Был такой человек в Америке. Звали его Джеймс Гарфилд. Возможно, вы слышали о нем. Он был президентом Соединенных Штатов одно время. А перед тем, как он стал президентом, он был задолго до этого учителем в школе. И однажды к нему пришел один папаша ученика и обратился к нему с просьбой. А нельзя ли, говорит мистер Гарфилд, для моего сына и вообще школьную программу упростить, чтобы он как можно быстрее прошел обучение и побыстрее выпустился? Тут, говорит, конечно можно. Только надо сначала понять, что вы хотите вырастить из своего сына. Если Бог задумывает сделать настоящее дерево типа дуба, то он тратит на это не один десяток лет. Может даже сто. А если он хочет вырастить чертополох, то ему достаточно одного сезона. Пара месяцев и продукт готов. Мудрый был учитель Гарфилд. Недаром стал президентом. Я к чему это говорю-то? Если вы хотите создать бизнес, который будет приносить вам деньги, деньги, успех, радость, удовлетворение долгое время, если вы не хотите оказаться в положении человека типа меня, который строил, 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 а потом в силу обстоятельств, которые не зависят от тебя, все рассыпалось, то тогда не надо прилагать усилия. Берись за первое попавшееся дело в любой сетевой компании, барахтайся, что-нибудь заработай и все. Нет. Надо сначала найти компанию, приложить усилия. Может быть месяц, может быть два, может быть три, может год. Потом надо найти спонсора себе, человека, который действительно соображает и поможет тебе реально добиться успеха. А потом попасть еще и в систему. А потом еще и усовершенствовать свои навыки до такого состояния, чтобы твой бизнес звенел, чтобы он строился на века. Нужно создать такой механизм, который позволял бы закрепить созданное тобой надолго. И чтобы оно потом работало само. Я вот так думаю. Многие люди склонны сделать как-нибудь, а бы как, быстрее. Потому что же деньги сейчас нужны. Потому что это действительно так. Долги, то все. Учиться, читать книги, слушать тренинги, слушать умных людей, пробовать так, пробовать этот, отлаживать систему. Это могут немногие. Но если ты этого не можешь делать, но ты попал в такую обстановку, в такую команду, где это есть, я думаю, надо приноровиться. Вот сейчас у нас в компании Дублик, где я сейчас работаю, уже три месяца скоро будет. За это время я заработал столько денег, сколько я никогда в жизни не зарабатывал за такой срок. На начальном этапе, во всяком случае. И у нас сейчас идет как раз завершение отладки системы. Почти три месяца потребовалось нам, чтобы отладить систему. Зато, несмотря на то, что мы продолжаем ее совершенствовать, оттачивать, вылизывать, выбирать все изъяны и доводить ее до совершенства, несмотря на это, она уже работает. И она уже приносит плоды. Каждый день, каждый день, человек, работающий в системе, может пожинать плоды. Каждый день. Удивительно. Вы хотите узнать, как сделать бизнес? Таким образом, чтобы твоя роль была минимальной. Ну вот все требует, так сказать, технологический процесс требует разделения по времени, по процедурам, операциям, действия. Ну, взять, например, кулинар там, или как он называется, повар делает торт. Начинается с воды, с муки, а заканчивается красотищей. Из всяких разных штучек прибамбасов. Но это процесс, который требует и печи, и перемалывания, там, или взбивания, и создания кремов, и там мало ли чего, и крошку надо шоколадную точить, и все, что угодно надо делать. Это технологический процесс. Все в свое время. Так вот, у нас бизнес, который позволяет человеку в свое время на нужном отрезке информационного конвейера, пути к цели, значит, получить то, что ему нужно получить. В результате, ваша работа, дать человеку первичную информацию и отправить его на свой собственный сайт, который вы получаете у нас. И все дальше уже заработало. А вам следующего человека. А дальше уже конвейер заработал. Невероятно. У нас проходят тест-драйвы, так называемые сейчас. Тест-драйв, это когда ты садишься в машину и пробуешь ее. Так вот, ты садишься в машину дубли, в бизнес-дубли, и пробуешь его. Шок! У людей просто шок! Вчера мы провели первый день тест-драйва, и у нас была в гостях такая девушка, ее зовут Тина Кандилаки. Она нам такое показала, просто, просто восторг. Итак, жмите на кнопку, которая там внизу, вернее, на ссылку, которая внизу, дубликом, и попадайте прямо на сайт и разбирайтесь. Вам страшно повезет, поверьте мне.